Когда речь заходит об обучении в Лондоне, если быть более конкретным, об обучении в школах Лондона, не вспомнить про известный лондонский колледж MPW мы просто нельзя. Этот колледж шестой формы, специализация у которого последние два класса по британской системе среднего образования, пользуются огромным спросом не только среди иностранных студентов, которые приезжают в Лондон на обучение из других стран, но и среди самих лондончан. Сегодня старый приятель компании Мариадди Джеймс, директор приемной комиссии всех колледжей MPW Великобритании, а их несколько, расскажет мне, а значит и вам, дорогие зрители и подписчики нашего канала, об особенностях обучения в Лондоне и конкретно обучения в колледже MPW. После просмотра обязательно пройдите и на другие выпуски. Интересная экскурсия по самому колледжу. Отдельное видео, посвященное условиям проживания студентов в MPW и творческим занятиям и многое другое. Друзья, добро пожаловать в MPW колледж Лондон. Уже добро пожаловать второй раз, потому что в первом видео мы вместе с Джеймсом, который сидит напротив меня, директор приемной комиссии этого замечательного колледжа в Лондоне, погуляли по лондонскому кампусу. Обязательно пройдите по ссылке на это видео после просмотра этого видео. А в этом видео Джеймс нам расскажет о особенностях этого колледжа. Здравствуйте, Джеймс. Здравствуйте, Один. Здравствуйте еще раз. Это будет отдельное видео, поэтому еще раз здравствуйте. Большое спасибо за то, что показали мне колледж. Не за что? Просто великолепно. Три красивейших здания с характером. И вы используете пространство на полную. Не так ли? Все использовано очень эффективно и целесообразно. Это так, целесообразно. Мне нравится это слово. Я очень горд тем, что у нас есть и тем, что нам удалось сделать. Но целесообразно – это как раз то слово. Нет неиспользованных пространств. Верно. Можем ли мы начать наше обсуждение с местоположения колледжа? Потому что это то, чем вы можете гордиться. Конечно. Итак, где мы? Мы в Южном Кенсингтоне. Это очень хорошая часть Лондона. Мы бы не нашли место лучше, чем Южный Кенсингтон для школы. Потому что это жилой район, но в то же время очень красивый и исторический. И еще к тому же центр города. Все, что нужно, находится в пределах района. У нас здание на Квинсгейте. Вверху улицы находится Гайд Парк и еще Империал Колледж. О, это очень престижный колледж. Да. А вниз по улице как раз наш колледж. В Южном Кенсингтоне расположены замечательные кафе. Это итальянские и французские кварталы Лондона. Поэтому здесь очень хороший социальный климат. И также выбор еды для студентов. Точно. Если вы проголодались в Южном Кенсингтоне, значит у вас проблемы. Поправьте меня, если я не прав. Южный Кенсингтон также знаменит своим шоппингом. Я не прав? Не совсем. Есть улица Кингс Роуд в районе Челси, неподалеку. И она как раз славится шоппингом. Отсюда примерно 5-7 минут пешком. Ну вот, 5-7 минут. Я имею ввиду район станции Кенсингтон. Южный Кенсингтон очень известен своими музеями. Здесь находится музей естествознания, музей Виктории Альберта, музей науки. В годы без ковида это замечательно. Шоппинг у нас на улице Кингс Роуд. Как раз там находится общежитие наших студентов. И по всему району большое разнообразие кафе и ресторанов. Перед тем, как мы продолжим нашу беседу с Джеймсом, хочу вставить маленькую ремарку. Мои дети родились в Англии и уже, конечно, учатся в очень хороших частных английских школах. Не забудьте спросить меня в каких и почему туда дал. Уже при нашем личном знакомстве, если, конечно, будет интересно. Подсказки того, как можно связаться с нами в компании Мариаде для своей бесплатной консультации, будут в подписи под видео. Пока смотрим дальше. Хорошо. А сколько всего у вас учатся студентов? И какова вместительность колледжа? Нет такого понятия, как вместительность, потому что всегда есть возможность расшириться. Сейчас примерно у нас учатся 550-600 студентов в колледже. С какого по какой возраст? Мы начинаем с 10 класса, который у нас очень маленький. Это одна группа из 10 студентов. Затем 11 класс, второй год GCC, и обычно к нам присоединяются еще студенты из GCC. У нас немного другая программа, и есть вариант подготовиться к GCC за год. И на этом курсе у нас около 40 студентов. И на эти курсы вы также принимаете иностранных студентов, потому что очень популярно среди русскоговорящих стран отправлять студентов учиться в Великобританию в возрасте 15 лет. Конечно, это становится намного более популярным. Курс GCC растет благодаря иностранным студентам. Это и понятно, потому что нельзя просто попасть в школу, минуя шестую форму. Поэтому поучиться на GCC, а потом что-то решать или остаться в колледже гораздо более популярно. Поэтому у нас около 50 студентов на GCC в 10 и 11 классах вместе. А большинство людей поступают на шестой форме. Абсолютно верно. Большинство людей присоединяются. И что является плюсом? Все новички. Как раз то, что они хотят. Все новички, все знакомятся, нет сформировавшихся групп и так далее. Около 170-180 новых студентов поступают на шестую форму в первый год и примерно 30-40 на второй. А оставшаяся часть людей складывается из студентов на курсе Retake после A-Level. Не во виду другим школам, но, допустим, студент мог учиться в другой школе и не доволен своими результатами. Можно прийти на курс Retake к нам на 14-й год, чтобы поправить свои результаты. Это сложно учить A-Level в один год? Сложно, если раньше этого не делал. Если уже делал, то это просто пополнение знаний. С нуля идти на 1-годичный A-Level очень сложно. Мы часто консультируем студентов по этому вопросу, ведь это не для того, чтобы ускорить процесс обучения, а для того, чтобы учиться структурно и правильно. Для очень одаренных студентов, несомненно, можно сделать один курс A-Level в год, но два или три – это сумасшествие, и такое не должно поощряться. Понятно. И в целом это просто продолжение первого года. Да, это продолжение. Колледж предлагает одногодичную программу A-Level. Это точно исключение из правил. Вы вообще знаете, что такое A-Level? А-Level – это классическая учебная программа последних старших классов. Нет обязательных предметов вообще. Экзамены сдаются только по трем предметам, по результатам которых и поступают дети в университеты. Расскажем детали уже тоже во время вашей консультации и даже поможем выбрать предметы. А у вас есть местные студенты? Например, студенты из Лондона в колледже? Да, есть. Мы в целом основаны на студентах Соединенного Королевства. У нас около 75% британцев. Это достаточно необычно, потому что другие колледжи шестой формы, которые мы, конечно, не станем сейчас называть, конечно, они в основном международные, но вы пользуетесь популярностью и у местных. У нас особенная организация, специально для того, чтобы быть колледжем для британцев, но также и для международного сообщества. Технически, разница в том, что если это международная школа, то там будут преподавать в ином ритме, на ином уровне, на различных других языках. Вплетая английский в эту программу, что делаем мы? Мы интегрируем иностранных и британских студентов. В первую очередь, это хорошо для британских студентов, потому что они впитывают новые культуры, что всегда хорошо. А иностранные студенты развивают свои языковые умения совместно с обучением и, соответственно, намного быстрее. Вместе с британскими студентами и на том уровне, который им понадобится в университете. Поэтому они продвигаются немного по-другому. И еще мы готовим к специальному академическому IELTS вне учебы, просто чтобы дополнительно помочь студентам. Вы были в России? Да. Не в последний год, но как раз перед этим локдауном. Так, где я был? Я был в Казахстане, побывал в Алматы, Нур-Султане. Я думал, что я в Астане, но там так внезапно переименовали, что классно. Замечательное место. И еще ездил в Москву, Петербург. И еще на Балтике был. Немного поездил. И это абсолютно замечательные страны. Одна вещь, которую я всегда говорю, это то, что MPW никогда не меняется. Он развивается на своем пути. Причина, по которой все здесь работает, и MPW очень успешен, так это потому, что мы не стараемся себя заново открыть, а лишь обновить. У нас всегда одинаковый подход к обучению. Нет чего-то и не должно быть чего-то, что подходит абсолютно всем. Но кому мы подходим, так это людям более инициативным, которые хотят учиться в более интерактивном, ином подходе. Кто хочет взаимодействовать с другими студентами и действительно хотеть помогать другим, как и помогать себе двигаться вперед? Мы никогда не будем кормить знаниями сложечки. Мы хотим помочь этим людям построить себя для будущего. Не строить какого-то робота только для сиюминутных задач, если можно так сказать. Кормить с ложечки – это очень хорошее сравнение. Да, потому что слишком просто обучить студента тому, что нужно написать на экзамене в наши дни. Но что дальше с этим делать? Это не то, чем должен заниматься студент на шестой форме. Мы не основываемся лишь на подходе Великобритании. Мы стараемся сделать что-то немного по-другому. Но мы очень гордимся разнообразием в нашей школе и хотим продолжить в том же духе. Хорошо. Вы раньше меня поправляли? Вы директор приемной комиссии всех школ MPW или только в Лондоне? Я начинал с Лондона, а теперь отвечаю за все колледжи. За все. Ясно. Нет в Англии школ, которые бы подошли всем детям без исключения. Тем более колледж шестой формы в центре Лондона. У колледжей, таких как MPW, есть, конечно, свои веские преимущества над традиционными школами. Но они актуальны не для всех детей. Даже сам Джеймс только что об этом сказал. Чтобы наши клиенты не делали ошибок при выборе, перед тем, как давать рекомендации в адрес уже конкретных школ, мы в Мариаде знакомимся с кандидатами на поступление, проводим собеседование. Поможем и вам в этом вопросе. Мы сейчас в Лондоне, в очень хорошей локации, но также есть колледж в Кембридже и в Бермингеме. В Бермингеме. Хорошо, хорошо. И будучи директором приемной комиссии, вы проводите интервью со студентами по скайпу, да? Вы один из тех людей. Да, каюсь. Именно я буду одним из тех, кто проводит интервью со студентами. Еще также наши региональные менеджеры будут это делать. Так что, ребята, если вы планируете поступить в MPW, вам предстоит пройти интервью с Джеймсом. Только что сказал, что если захочешь поступить в MPW, то увидишь это лицо в скайпе. Верно. Я не обещаю этого. Возможно, сейчас кого-то отпугну. Нет, нет, конечно. Могу сказать, что вы очень приятный человек. Очень дружелюбный, поэтому не бойтесь. Не бойтесь, я не страшный. Немного поддержки. Огромное спасибо вам за просмотр. Напоминаю, что видео-тур по кампусу, в Лондонскому кампусу, не только в Кембридже и в Бермингеме, будут по ссылкам в описании. До встречи в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok